Сильно приукрашенная реальность. Петербургские мастера из школы Бутафора воссоздали антураж игры Fallout. В условиях постапокалипсиса побывал мой коллега Василий Михеев. В очень странном месте я сегодня нахожусь, в очень странном виде. Дело в том, что двое ребят, петербургские декораторы, в своей мастерской решили воссоздать атмосферу игры Fallout. Сделали это максимально аутентично. И моими глазами хочется, чтобы вы сегодня это увидели. Пришла идея, собственно говоря, под день рождения Саши. У него вот недавно был день рождения. И подумали, что бы сделать такого клевого, чтобы он был рад, доволен, счастлив. Он же Бутафор все-таки, можно что-то сделать прикольное. Вот решили сделать по Fallout. Он, собственно говоря, играл, любит. Мне пришлось разбираться на месте. Заходить в Google и читать, что такое Fallout, что такое все вот эти вот штуки, декорации, как это все делать. Ну, так как я фанат игры, я подумал, что, блин, черт, все-таки 35 лет, нужно хоть раз сделать что-нибудь такое, ну, интересненькое, забавненькое. И зажегся той же идеей. Так потом я узнал, что, оказывается, это было с подопрекой на подарок. Это вот был сюрприз. Это был мини-квест. Он пришел сюда, мы, точнее, сюда вместе пришли с утра. Я ему говорю, ну, давай. Он подходит к компьютеру, там начинается квест. Он проходит квест, в итоге там находит флешку в этой штуке и потом находит подарок. Изначально вообще была идея сделать для него мини-квест, чтобы подарить ему подарок. А потом я ему говорю, слушай, а давай мы сделаем тебе вечеринку по Fallout. Он говорит, а давай. Как можно больше деталей. И грязь, пыль, это все-таки просто покажется, поэтому здесь все просто. То есть он начал делать сейчас красивую вещь, а потом ее загадить. И все. И тогда это будет тебе пулл-аут. Крышки разные, там, купюры там, НКРовские, там, какие-то части доспехов. У нас не имеем никакого механиста есть. Доспехи мы тоже закрепали, поставили сюда. Шишки-баб, там, и всякое, по мелочи, все, что было в игре, в принципе, все пытались это воссоздать. Я начала вообще с этикеток. Мне понравилась этикетка Red X называется. Это, насколько я знаю, это антирадиционное какое-то лекарство. Вот мне понравилось, думаю, а распечатаю я его, возьму зажигалочку и как-то его там задекорирую. Начала с этого, потом пошло-пошло-поехала. Потом увидела всякие там отвратительные штуки, вроде лица натянутого на проволоку. Вот она, и вот думаю, о, слушай, у меня же есть лицо. Давайте-ка мы его используем еще раз. Если доделывать, конечно, хорошо бы сделать дверь в убежище, в круглую такую большую. И, собственно, если это будет стенд на какой-то фестиваль, это будет дверь. И с деревом мы сделаем мини, собственно, такой бункер, мини-убежище. То есть, чтобы это было более закрытое помещение, меньшее пространство. В ближайшем будущем у нас, ну, сам, который точно знаем, это будет, скорее всего, Биг Фест. Это Рик и Морти. Будет стенд по Рик и Морти. То есть, все будут в костюмчиках и, как бы, делаем по нему небольшое зажигательное шоу. Также фулл-аутс куда-нибудь выйдет по-любому, потому что, ну, не выкидывайте все это. Вот. И еще стенд по Ганнибалу. Так у нас, как-то проект Ганнибал будет, и тоже куча деталей будет в этом свете. Сделаем на какой-то фестиваль, крупный или мелкий, не важно, там подумаем, просто стенд. Так как у нас есть уже декорации, можно будет куда-то использовать. Либо, опять же, это какое-то кафе, например. Мы знаем, вроде как, есть по фулл-ауту в Питере кафе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова